Сегодня воскресенье 9 часов утра. Нормальные люди спят. Кандидат в президенты, ваш любимый президент, собирается ехать в город Житомир. К счастью, город Житомир не так далеко находится, как большинство городов, поэтому туда нам ехать буквально час-полтора. Не пришлось уезжать в 0.00. Получилось поспать и, собственно, сейчас уже будем ехать. У нас сегодня два интервью, несколько встреч с разными людьми и, конечно же, знакомство с жителями Житомира. И постараемся там найти какую-нибудь реальную достопримечательность. А она там есть, не сомневайтесь даже. Получается, завтра у нас выходной, а послезавтра мы едем в Кропивницкий. Поэтому в Кропивницкий мы успеваем, потом еще в Сумы, скорее всего, поедем. У нас Ужгород. После Кропивницкого у нас сразу Ужгород. И получается, что мы прямо из Кропивницкого должны ехать в Ужгород. Но вопрос даже не в том, как мы туда доедем, а вопрос, как мы оттуда успеем вернуться. Причем была мысль про вертолет. И реально же мне есть, где взять вертолет. То есть, если он нужен, я попрошу, не дадут этот вертолет. Но, во-первых, я не очень большой фанат летать. Мягко говоря. Особенно на вертолете. Но, в принципе, я готов на вертолете летать с одним условием. Если мне разрешат приземляться в центре города. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Я прилетаю, под этим играет музыка. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. И бесплатно, пока тут прилетает вертолет, садится. И я оттуда выхожу в красном галстуке. Вот в этом, например, сейчас где-то у меня здесь. Четыре автобуса. Да-да-да, в красном галстуке, в черном пальто. Волосы назад дуют. Как Трамп, например. Я думаю, что это будет один-единственный раз, да, когда я смогу на вертолете сесть где-то в черте города. Приедет не четыре автобуса, а автобусов десять. Будут нас вязать вместе с вертолетчиком. Я записал код. Не переживайте, если что-то у меня. Здравствуйте. В бюджет всей моей избирательной кампании порядка 200 тысяч долларов. Из них 90 тысяч долларов – это затраты на заставу. Все остальное – это то, что я могу себе позволить потратить. Провожу я встречи с избирателями, например, на улицах. То есть я не ставлю себе сцену, не окружаю себя охраной. Я выхожу, ставлю тумбочку. У меня такая высота из ваш стол. Такая квадратненькая тумбочка. Комбик, микрофончик. Я выхожу со своей программой и говорю, дорогие друзья, я Владимир Петров, ваш любимый президент. Вот вам программа. Давайте знакомиться. Я реально хожу по улицам и знакомлюсь с людьми. На меня смотрят, как на смысле, когда этот президент. Это пранк. Я говорю, это не пранк. Вот мое удостоверение. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите. Первое, с чего я начал избирательную кампанию – я собрал у себя дома вечеринку. То есть мне пригнали автомобиль. Я написал в фейсбуке, что приходите все. Собралось порядка 200 человек. Ну, то есть они приходили, уходили. Не так много, как я хотел бы. Вот, кто хотел мог зайти ко мне в дом посмотреть, как я живу. Люди крутили пальцем в висках. Говорили, ты не переживаешь за свой дом, за свое имущество. То есть сейчас могут зайти избушники поставить прослушку, как будто бы они, и могут зайти какие-то бандиты, и потом тебя ограбят. Ну, вот принцип открытости. Гастроли до Росії стали еще одним из причин, почему цегоречо Украина не будет ее на Европарчин. Я хорошо отношусь к людям, которые гастролируют в Росии, к артистам, и восхищаюсь искренне теми артистами, которые находят в себе силы отказаться от заработка в Росии. Как вы видите, подальше співпрацю с Россией в контексте этого вопроса, если Владимир Петров стае президентом? Скажу вам честно, Владимир Петров не видит сейчас никаких возможностей для сотрудничества с Россией. Я не вижу ни одного человека, с которым бы я разговаривал, я не вижу ни одного человека, с которым бы я готов был на переговоры. Вот, меня не устраивает формат переговоров «Нормандская четверка», все остальное, то есть это не для Украины. Сергей Павлович Королев или Илон Маск здорового человека. Илон Маск – это, конечно, круто и интересно, ребята, но мы же должны помнить, с чего все начиналось. Вот это город Житомир, вот это Сергей Королев, вот это ракета. Маленький городок для планеты Земля и столица для всего космоса. Перефразировал я красиво слова известного американского астронавта Армстронга. Добрый день, дорогие Житомиряне. Меня зовут Владимир Владимирович Петров. Я самый настоящий кандидат в президенты Украины. Мой номер удостоверения 40. Это не шутка. В бюллетене я сразу над Петром Алексеевичем Порошенко. В алфавитном порядке. Если вы никогда в жизни не видели вживую кандидата в президенты, у вас есть возможность подойти, посмотреть, познакомиться и рассказывать потом всем своим знакомым о том, что у вас есть знакомый кандидат в президенты Украины. Я зарегистрировал уже месяц. Вот мое удостоверение. Я ничего не продаю здесь. То есть я прошусь вам на работу президентом. Вот, видите, номер 40, 5, 5, 6, 7, у вас есть вопрос к кандидату в президенты? Я не знаю, как вам объяснить, что никакого прикола нет. Ну, вот честно. А у вас есть смартфон? Откройте сайт ЦИК. Кандидаты в президенты Украины. Ну, нехай будет кандидатом в президенты Украины. А я разговариваю с теми, кто на украинской мове, украинскую, с теми, кто на российской, я на российской разговариваю. Володимир, нет, нет, выше. Тричечки, нет, нет, тричечки выше. Вот, вы бы видели Деда Мороза. Типа да. Все говорят, что он есть, но ее никто не видит. Да, вы бы видите, что он есть. Кожна людина, яка не может дозволить собі хліб, повинна бути накормлена. Я так понимаю, все вы маєте забезпечить. Так. Ликвидачу державного пенсийного фонду. Вы будете пенсию платить всем пенсионерам? Коуперсийно пенсийно фонду. Потрібно збудувати бізнес-модель, кілька пенсийных фондов, чтобы люди были застраховані. Кожен громадянин, кожен громадянин, особенно человек, особливый человек, повинен бути військово зобов'язанным. У кожного, кожен повинен мати дома зброю. Кожен, це не право, це обов'язок, вміти в свою зброю поводитись. Здравствуйте, возьмите, пожалуйста. Кандидат в президент, Владимир Владимирович Петров, это я. У вас теперь есть знакомый кандидат в президент. Как вас зовут? Очень приятно, я за вас, Владимир Владимирович. Вот мы с вами знакомы. Когда я стану президентом, у вас будет личный президент. Знакомый. Створение института цивильных судов позволит каждому человеку мати право на безкоштовного адвоката сразу, под час затримания, еще один представник громадской, чтобы громадский судья должен быть на том же месте. То есть не может быть такого, что мемцы затримают человеку в 3-х, 5-х, 10-х, что-то выдумают, что-то сделают. И уже потом это разматывают, разбираются. Но сейчас давайте я вам объясню. Есть такая страна, которая называется Россия. Всем объясню. Есть такая страна, которая называется Россия, которая узурпировала на себе право православия. Сам из-за этого... Так. Я хочу, чтобы Украина узурпировала, повернула себе назад право на православие. Как наследие Киевской Руси. Так вы таки справедливы ВВП. Я вам желаю успехи. В ВВП в нашей стране. Дякую. Приехал покупать у вас метлы. Мне нужно две метлы и пару... Ну, не пару, я думаю, веников штуки. Давайте мне два липовых, два березовых, два дубовых и два дубовых. Каждого по два липа. Сейчас весна на носу. У меня во дворе сосны стоят и сыпятся иголки. И щеткой тяжело хочу всем метлу. Можно тут, конечно, попритворяться новой метла, чисто метел. То есть, на самом деле, просто нужна метла. Голосовать пойдете? Конечно, что да. А? Да. А у вас есть знакомый кандидат в президент? А знакомый? Да. А я реально кандидат в президент. Вот я сразу над Порошенко буду. Не верите? Нет. Серьезно, не верите, что я кандидат в президент? Я всех кандидатов, я не знаю. Я вам говорю, я реально кандидат в президент. Мы едем были в Житомире на встречу. А что у вас в тумане или где есть? Я вам говорю, у меня даже удостоверение есть. Сейчас я вам покажу. Я имею в виду, что и помощь у этих бюджетников? Есть, есть. Петров Владимирович Владимирович. Вы просто до меня не дочитали. А, Боже мой. И мы разговариваем про то, что, как, где. Народ полюбит президента только в одном случае, если народ почувствует, что ему стало легче жить. Вот тогда да. При любом раскладе. Ставный газ дешевле в два раза. Водолико будет все дешевле. А мы живем только именно из-за... Хорошо, а если будет не газ дешевле в два раза, а будет возможность заработать на этом газ? А, ну либо зарплата. Давайте не думать о том, чтобы нам сделали дешевле. Дешевле здесь сделать. Это враги. Давайте делать так, чтобы мы больше зарабатываем. Я согласен. Если обычный человек хотя бы хотел... Я про доллары не говорю, про евро. 15 тысяч гривен для Москвы хотя бы пола, минимально. А женщина, чтобы могла повететь до 10. Всего для семьи. И в точке трех килограмм отдал это в голову. Но по факту в нашем городе зарплата в пределах до пяти высших случаев. Выжить никак. То есть люди начинают теснуть на шабашки, культуру и все остальное и прочее. А то и остаемся без пенсии и без всего страны. И не пенсия без пенсии. Но если у вас не будет, то заработать. Надеемся. До встречи. Я помню, что приеду за Веником. Напоминайте, где мы находимся. Да, а я помню, что вы останетесь на тех пенсиях.